Эти с виду обычные кирпичи обладают уникальными свойствами. Им не страшны ни экстремально высокие температуры, ни кислоты, ни щелочь. Именно из таких материалов возводят автозаправочные комплексы, химические заводы и склады для хранения токсичных веществ. Раньше кислотоупорные кирпичи в республике не производили. Их начали выпускать недавно на этом Новочебоксарском заводе. На этом предприятии выпускают импортозамещающую продукцию. Ступени, кирпичи, брусчатку и плитку производят из клинкера. Этот материал превосходит по прочности бетон, керамику и даже гранит. Он не боится влаги, тепла и морозов. Специалисты уверяют, что клинкерная продукция прослужит не меньше века. Весь секрет в особой технологии производства. Клинкерные материалы, в отличие от обычных, производят дистанцевые глины. После прессования и обжига строительные изделия становятся высокопрочными и морозоустойчивыми. Из клинкера строят дома, мастят дороги и отделывают фасады. Спрос на универсальный материал повышается каждый год. Правда, пока предложений на российском рынке не так много. Производителей клинкерной продукции в стране можно сосчитать по пальцам одной руки. До недавнего времени клинкерные материалы поступали на российский рынок только из Европы. И до сих пор нигде в стране, кроме Новочебоксарского завода, из-за этого материала не производят лестничные ступени и брусчатку. По прогнозам экспертов, доля российского клинкера на рынке в перспективе увеличится. Завод в городе Спутники обеспечен заказами на годы вперед. Новочебоксарское предприятие реализует свою продукцию по всей стране и за рубежом. В ряде мегаполисов из чувашского кирпича возводят жилые комплексы. Клинкер начали применять и для реставрации памятников. В основном у нас покупатели, особенно в последний год Север, Сибирь, целенаправленно перешли на клинкер. Как только мы узнали, что в России клинкер появился. С учетом того, что, к сожалению, на данный момент в России было и будет экстремальные условия зима-лето, где больше такая ненастная погода, конечно, этот продукт для России идеален. И для чуваши, и для России. Соответственно, с учетом того, что Сибирь стоимость почти примерно одинакова, я считаю, будущее за клинкером. Мы осуществили поставку сейчас в Белоруссию буквально и раньше, и в прошлом году, и буквально в этом месте. Казахстан у нас берет из ближайшего зарубежа. А масштабное, начиная с Камчатки, Дальний Восток, Владивосток непосредственно, Хабаровск, вот сегодня деньги поступили, щиты мы туда отгружаем, Новосибирск, то есть фактически вся Россия. Для производства кирпичей на этом заводе используют сырье с местных карьеров. Из глины удаляют камни, потом ее измельчают, прессуют и сушат при температуре свыше тысячи градусов. За многие процессы в цехах отвечают роботы. Мощности завода позволяют выпускать более 30 миллионов кирпичей в год. Еще два с половиной года назад на этом месте стоял пустырь. В пустырь были сараи, заброшенная территория. Сегодня мы видим современное производство. Мы обеспечиваем занятость населения вот этим проектом. Он сегодня выходит, вне зависимости от каких-либо экономических ситуаций, он выходит сегодня на свои обороты, выходит на прогнозируемые показатели увеличения, увеличивает мощности свои. Мы видим это современное производство, оснащенное европейским оборудованием. Это высоковыграницированные кадры, которые сегодня осуществляют здесь. С весной, с мая месяца вышли оба производства на полную мощность. Будем рассчитывать за июнь месяца с пределом 100 миллионов оборотов ежемесячно. Вице-премьер правительства республики говорит, что в строительных материалах местного производства должны быть заинтересованы и застройщики. Мы видели, какие уже дома строятся из этого продукта. Я считаю, что наши производители, наши строители тоже должны максимально использовать данную продукцию. Сегодня поставки от Калининграда до Владивостока. Ну, то есть доверие этому есть. Хотелось бы, чтобы все-таки большую долю занимали мы, в том числе, и на территории Чувашской республики, и нашего округа в целом. Мы повышаем свой имидж республики, ну, и увеличиваем свое пространство. Я считаю, что проект очень интересный, очень перспективный, поскольку мы занимаемся импортозамещением европейской продукции, которая раза в три, в четыре точно дороже продукта, который сегодня предоставляется. И нелегко сегодня будет европейским компаниям бороться с нами. Предприятиям просто необходимо ориентироваться на потребности рынка. Сейчас в республике выпускают собственные кирпичи, габаритные панели, клинкерную плитку и даже композитную арматуру. Подобные проекты стимулируют строительную сферу и позволяют региону удержать высокие объемы производства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова